Недели русского языка в Сочинском государственном университете проводятся много лет. Два года назад мероприятие получило статус всероссийского, а в прошлом году – международного. На научно-практические конференции приезжают не только российские, но и зарубежные студенты и аспиранты. Восемь лет назад китаянка Бэй Чжу Чон отдала предпочтение изучению русского языка. Причина очевидна – в Китае очень любят нашего президента. Мне очень нравится ваш будин, поэтому выбрала именно русский язык. В самом начале было трудно, но такая очень сложная грамматика, но потом стало уже легче. Я училась в Китае, в университете, в Макстрадуре. У меня мало возможностей общаться с русскими. А потом, в прошлом году, я поступила в Санкт-Петербургский университет и заметила, что грамматика – это грамматика, но общение – это уже другое дело. Будучая аспиранткой филфака, Лилия, такое второе имя у Бэй Чжу, все еще работает над совершенствованием знаний русского языка. После обучения она отправится на родину и будет преподавать русский китайским студентам. В этом году в школах эффективности коммуникации на третьей молодежной конференции «Русская речемысленная культура». Ценители русского языка среди представителей зарубежья – около сотни. Все они приезжают на неделю русского языка в Сочи и участвуют в конкурсах и крупных научных мероприятиях. Они заявляются и в конкурс декламаторов, и в конкурс полемистов, и на Олимпиаду, и в конкурс декламаторов в ляфтерской поэзии. И поэтому один и тот же человек повторяется в нескольких номерах. Но в целом программа 350 позиций. Люди хотят других посмотреть, себя показать, представить свои вузы достойные. Русский язык сейчас у всех на устах. Каждый из нас, если не мы, то кто же, должны ратовать за его очищение и начать прежде всего с себя. По итогам недели русского языка будет выдано 150 дипломов и грамот, а все доклады участников опубликуют в новом номере научного журнала «Лингвориторическая парадигма». Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.